Привет! Ну, в какой-то степени закончился цикл, который назывался «Гонопольские штаты Америки». То есть, я вообще ничего по этому поводу не хотел говорить, но мой редактор, мой уважаемый коллега Ярослав, он заставил меня. Он говорит, как бы не очень понятно, чем все закончилось. Потом я понял, что надо сказать несколько слов не про мой героизм, как я там ездил и все это показывал, а воспеть путешествие как таковое. Вот вдумайтесь. То есть, сразу хочу сказать, я потратил все деньги, потому что ехал я, ехал со мной сын и ехала дочь. Значит, естественно, купи-купи, естественно, мы пойдем туда, мы пойдем сюда, бутылочка воды и так далее. И кроме этого, билеты. А билеты, понимаете, как брал билеты? Билеты ведь я брал в одну сторону, это не ту вейс, это одна сторона. То есть, по максимальной цене в августе. Но была мечта. Я хотел посмотреть Америку, как принято говорить, настоящую Америку, но она разнообразна, то есть не Нью-Йорк и так далее. Короче, вот смотрите. Сначала был Нью-Йорк, пересадка и Лос-Анджелес. Несколько дней в Лос-Анджелесе. Просто посмотреть, что это такое, показать детям. Но Лос-Анджелес мы более или менее знаем. После этого, ну там, Universal Park, все вот это вот, вот эти аттракционы и так далее. Надо это? Надо показать детям. Дальше. Впервые поехал по Америке на машине. Значит, сели. Город длинный, вот такой огромный город, как сосиска, разделен горами. Мы в трафике выезжали из него два или три часа, ну неважно. Лос-Анджелес, Голливуд, дом Чарли Чаплина. Ну, понимаете. После этого поехали в Лас-Вегас. Не играли даже по копеечке. Там есть автоматы, в которых можно играть по копеечке. Не играли. Просто заехали туда, переночевали довольно дешево в гостинице «Пирамида». Дешево, вот удивительно дешево в этот сезон. Наверное, они завлекают, чтобы вы играли. Но мы не играли, мы их обманули. И мы прошлись по вот этой главной улице, где все сияет и где просто сумасшедший дом. Дальше поехали смотреть Большой каньон. Вы можете посмотреть видеоотчет мой. Но по дороге вдруг увидели ответвление, и там написано было «Плотина Гувера». Я вот поместил несколько фотографий этого невероятного 250 метров. Такой провал вниз, в котором эта плотина. Рукотворное чудо, рукотворное. Поехали дальше. Проехали, посмотрели Большой каньон. Ну, у меня большой сюжет выложен про Большой каньон. Все это на машине. Заправки, люди, настроение, природа. Вот о природе. Значит, заехали в штат Аризона. Это я нигде не написал, и это невозможно было снять. Представьте себе. Ночь. Мы перевели температуру с Фаренгейта на Цельсия, и вдруг смотрим, показывает 38 градусов. 12 часов ночи, пол первого. Мы подумали, что что-то неправильно. Открыли окно, высунули палец, палец чуть не сварился. Это Аризона. Вот такая температура. Заехали в какие-то деревни, переночевали в городе Феникс. Это столица штата Аризона. После этого побывали в Денвере, заехали в Денвер. После этого оказались в удивительном городе. Вы видите, там у меня в видеоотчете есть город Остин. Ну, а дальше уже был перелет в Нью-Йорк, Брайтон-Бич. Все вот это вот. Ребята, значит, во-первых, спасибо, что вы это смотрели. Во-вторых, я сам себя тестировал. Я пытался понять, как это вам рассказывать. По-моему, я нашел такую манеру закадровую показывать и рассказывать такой своеобразный мой клуб кинопутешествий. Это первое. Второе. Я решил как бы приостановить, но не заканчивать вот этот сюжет, который называется «Гонопольские штаты Америки». Потому что Обама мне платит деньги вместе с Трампом. И я надеюсь, что когда я буду снова в Америке, я буду залезать в какие-то глухие места и буду показывать вам гонопольские штаты Америки. Это первое. Но, вот, например, в Праге я снял несколько сюжетов, поэтому я решил открыть свой клуб кинопутешествий. Он будет называться «Путешествие с Гонопольским». Простое слово, чтобы можно было найти. И там я буду, вот где я буду, неважно, буду в Украине, в России, вот в каких-то местах, это все равно путешествие. И я вам буду об этом рассказывать. Какой я сделал главный вывод из того, что я потратил все деньги? Понимаете, если я вам скажу, например, такие слова, что, ребята, надо путешествовать, это самое главное дело в жизни. Вы скажете «Гонопольский, дай деньги, и мы будем путешествовать». Мы не лохи. Ребята, я вам повторяю, надо путешествовать. И вот почему. Потому что ничего лучше этого нет в жизни. Потому что, когда мы будем старыми, это только с нами и останется. Какой-то телевизор сменится другим телевизором, все будет трехмерное, все будет пятимерное, все будет не стереофоническое, вообще непонятно какое. Но кактус в Аризоне высотой чуть ли не три метра, вот с такими иголками. Я рядом с ним стоял. Большой каньон, который не имеет дна, я рядом с ним стоял. Парня, который прыгал по скалам, каскадер, я его видел, я сопереживал и думал, вот он рухнет сейчас вниз. И дети стояли, открыв рот. Это не забудется никогда. Закончить вот чем хочу. У меня был тесть, царство ему небесное. У него было одно путешествие в мире. Во время войны он был в составе воинской части, которая была в Монголии. И вот этот человек уже старый, он плохо ходил, плохо видел, плохо слышал. Он во время любых застолий все время возвращался к Монголии. Он вдруг поднимал палец и говорил, а знаешь, Матвей, вот я в Монголии. Я его не понимал, а теперь я его понимаю. Это только это и остается с нами. Это радость остается с нами. Был такой поэт, который написал «Приключения капитана Врунгеля», Эфим Петрович Чаповецкий, кстати, киевлянин. У него была песня такая «Да здравствует дорога от самого порога». Я просто не вам обещаю, потому что вам все равно. Я себе обещаю, что я буду путешествовать, что я буду смотреть этот мир. Я не знаю, правда, как это я буду делать, потому что эфиры бесконечные, на них надо быть прямые. Но малейшая возможность я буду снимать более профессионально. Я учусь жить в Ютубе, и это все будете видеть вы. Поэтому спасибо мне за то, что я это делаю. Ну и спасибо вам за то, что вы это смотрите. Ваш Гонопольский. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова